Приветствую Вас Кристина. Давайте разберем с Вами Ваш вопрос. Первое. Психолог не ставит диагноз и для меня не очень понятно, к какому психологу Вы пошли, что он Вам поставил диагноз. Это не психолог. Психолог диагноз ставить не может. Дальше. Вы пошли к платному психотерапевту. Хорошо. Вы к нему пошли, прошли все сеансы. Говорили только Вы. И он Вам сказал, что у Вас кризис экзистенциальный. Но почему Вы не продолжили? Вместо этого Вы начали изучать самостоятельно, что это такое. Зачем? Для чего? Если у Вас уже не специалист, с которым Вы работаете. И работу специалист свою должен, по идее, довести до конца. Из-за чего Вы эту работу прервали? Не совсем понятно. Дальше. Для постановки диагноза и назначения лечения, А если это был психотерапевт, то он должен был как раз таки Вам назначить лечение. Ну, ладно. Лучше нужно обратиться к клиническому психологу. Либо психиатру. Для того, чтобы Вам назначили лечение. Не волнуйтесь. В психиатрическую клинику никто Вас не доложит. А вот назначить лечение. И вместе с этим назначить психотерапию. Вполне реально. И нудно. Следующее. Потеря смысла. Глобальная потеря смысла. Связана с некой оторванностью. Вашей. От самой себя. От того, что Вы чувствуете. От того, что Вы хотите. И этот кризис нарастал. Его проявление сейчас в текущей форме, на мой взгляд, является лишь вершиной. Айсбергом. Потому что та же самая ритуальность. Скорее всего связана с тревогой. С желанием все контролировать. С оценкой постоянной себя. Ну и так далее. И Вам нужно со всеми этими моментами работать. со специалистом. В зависимости от природы. Нашего. Состояния. Это займет какое-то время. А что важно. Мне показалось из текста, что хотите Вы заболеть. То есть. Сохотеете Вы к болезням. Продюсывал я из-за текста некую покинутость, одиночество, вероятно. Некую депривированность, изоляцию. И Вы поймите, что не важно с чем Вы имеете дело. Важно, Вам помогли из этого выйти. Вы все как-то вот рационализировать пытаетесь. Но, чем больше Вы рационализируете, тем больше будете погружаться в это свое состояние. Потому что, ни одно знание не является идеальным и совершенным. Идеальным и совершенным знания делают чувства. Какое-то знание добавляет чувств, какое-то знание чувств не добавляет. И для человека актуально то знание, которое обладает не большим количеством аргументов, а которое обладает большим эмоциональным зарядом. То знание для человека становится, ну вот, таким, скажем так, актуальным. Да? Вот. Соответственно, то, что Вам можно сказать. Что-то Вам можно ответить. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится для Вас самым лучшим образом. Удачи. 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 Продолжение следует...